Музыка Около года назад компания Opel обновила модель Corsa Изменились моторы и трансмиссии, и шасси, и система рулевого управления Теперь немцы вновь дают повод поговорить о компактном хэтчбеке Если в прошлый раз менялось тело машины, то в этот раз дело дошло до гардероба Для теста мы выбрали модификацию с мотором 1.4, вот такого жизнерадостного зеленого цвета Хэтчбек Corsa выпускается в двух вариантах кузова, пятидверном и трехдверном В Евросоюзе почти каждый третий проданный Opel или Voxhall, если мы говорим о Великобритании, это Corsa В южных странах континента, Италии, Испании, Португалии, компактную модель обычно покупают в качестве семейного автомобиля В Германии, Франции или России это чаще машина для молодых Именно для таких покупателей в 2009 году Opel'евцы предложили серию Color Line Это своего рода заводской тюнинг, который, кстати, в последнее время предлагают все больше производителей городских машин Яркие цвета кузова, наклейки, окрашенные колесные диски и пестрый интерьер Это наиболее простой и эффективный способ сделать облик массового хэтчбека более индивидуальным Для нашей короткой поездки по пасмурной Варшаве мы выбрали Corsa с оформлением линии ОПЕК Две широкие белые линии на кузове, в тон с зеркалами и колесными дисками На пару часов сделали эту машину еще одной достопримечательностью старинной части столицы Польши Старый город Варшаве не очень большой и въезд на него на частном автотранспорте запрещен Однако полицейские местные очень корректны и разрешили нам не только проехать, но и поснимать на главной площади города, которая называется Замковой Замковой Вполне вероятно, что к такому гостеприимству поляков подтолкнула не только наша вежливость, но и броская внешность машины Такая красотка, ну как ее выгнать? Главные изменения, как это обычно и бывает при файслифтинге, коснулись лица машины Corsa сохранила свою уже ставшую привычной улыбку, но при этом стала больше похожа на современные модели Opel Insignia, Astro и Merivu В первую очередь обращаешь внимание на новую форму фары, у которой появился вот этот вот изгиб Маркетологи называют его орлиным глазом Изменилась не только форма, но и содержимое, а именно расположение ламп внутри Покупатель может заказать систему адаптивного освещения с галогенными фарами Для освещения виража лампы могут поворачиваться на угол до 15 градусов Еще один штрих к новому портрету — полоска хрома около противотуманных фар Казалось бы, пустяк, но он демонстрирует внимание к деталям И делает образ машины более запоминающимся Иначе выглядит радиаторная решетка Ее нижняя часть стала шире и немного выше А верхняя почти точно копирует аналогичное у модели Astro Еще одна мелочь — эмблема машины На традиционной опелевской молнии появились буквы Все кузовные детали остались прежними Так что курсы после обновления никто не перепутает Рельефный капот, характерные выпуклые бока и колесные арки Все также придают дерзости компактному хэтчбеку Вместе с рестайлингом внешности Легкие штрихи были внесены в оформление пассажирского отсека Курсы любят за привлекательный салон Привлекательный и просторный Самый большой в своем классе После рестайлинга вариантов отделки будет еще больше Главная новинка в списке оборудования — это навигационная система Touch&Connect Она оснащена небольшим, диагональю около 13 см, цветным экраном Карты местности для нее закружаются на вот такую вот карточку формата microSD Карточка столь компактна, что доставать ее будет удобно лишь обладательницам длинных ногтей Аудиосистема с проигрывателем для компакт-дисков и семью динамиками Может наполнить и даже переполнить салон вполне качественным звуком В новой курсе есть подключение для аудиоплеера Есть вход для флешки USB А мобильный телефон можно подключить по протоколу Bluetooth Кнопки управления аудиосистемой и борткомпьютером вынесены на руль У которого, кстати, есть еще одна приятная особенность — электроподогрев Зимой эта опция поможет приучиться правильно держать руль двумя руками Между прочим, в этом классе машин такой заботой о водителе может похвастать только Корса Нескольких механических регулировок жестковатых кресел достаточно, чтобы устроиться за рулем удобно А вот чтобы дотянуться до ремня или пролезть через узкий проход на заднее сидение, понадобится хорошая разминка Пожилых пассажиров лучше сажать спереди или заранее подумать о пятидверной версии Впрочем, это типично для любого хэтчбека B-класса В багажнике есть фальшпол, который может быть размещен на нескольких уровнях Это помогает удобно организовать небольшое пространство Под полом есть ниша для запасного колеса Хотя некоторые версии комплектуются лишь банкой с герметиком для ремонта шин Длина кузова составляет около 4 метров Ширина примерно 194 сантиметра Высота около 149 сантиметров Колесная база 251 сантиметр Снаряженная масса без учета веса водителя 1025 килограмм Субтитры создавал DimaTorzok Как уже говорилось, техническое обновление машина прошла за год до обновления внешности Тогда у Корсы появились новые моторы Более мощные и экономичные Сейчас в гамме три атмосферных двигателя Объемом 1 литр, 1.2 и 1.4 Самые мощные спортивные версии комплектуются турбированным 1.6 Который развивает 150 или даже 192 лошадиные силы в модификации OPC Opel Performance Center Также на выбор предлагаются дизельные двигатели Объемом 1.3 Для нашего теста мы выбрали наиболее популярный в России бензиновый мотор Объемом 1.4 с механической коробкой передач Объем двигателя 1364 кубических сантиметров Мощность 100 лошадиных сил Максимальный крутящий момент 125 ньютон-метров Трансмиссия 5-ступенчатая механическая коробка передач Разгон до сотни занимает 12,4 секунды Максимальная скорость 173 км в час Расход в городском цикле 8 литров В смешанном цикле 6,1 литра Динамика у 100 сильной корсы вполне городская Но чтобы держать автомобиль в тонусе Мотор нужно раскручивать как минимум тысяч до четырех И активно орудовать рычагом коробки передач Кстати, ходы у него великоваты Вместе с новыми моторами у Корсы изменилось шасси Дорестайлинговую версию можно было упрекнуть в зубодоробительной подвеске Такова была расплата за хорошую управляемость После того, как инженеры «Опель» поколдовали над настройками подвески и рулевого управления Машина стала мягче двигаться по неровностям Подвеска получилась более упругой и пружинистой Мы едем по центру Варшавы, где сохранилось достаточно много брусчатки Корса, подвеска Корса справляется с ней очень легко И машине комфортно и тихо Изменения в технике и дизайне пошли машине на пользу Но почему Марка решила проводить их с интервалом в год? За ответом мы обратились к дизайнеру Карстену Айгенхейстеру Его первым проектом в «Опеле» была разработка Корсы Затем он участвовал в создании внешности модели «Инсигния» И стал автором рестайлинга Корсы Так почему же фейслифтинг не прошел одновременно с техническим обновлением? Технические обновления были готовы раньше, чем дизайн Мы смогли раньше отреагировать на пожелания покупателей Сделать моторы эффективнее и улучшить шасси А теперь обновили дизайн Не было ли это связано с маркетингом? Чтобы создать дополнительный новостной повод поговорить о модели? Нет, это не была маркетинговая история Но мы рады, что есть снова повод поговорить о Корсе Какие цели ставились перед дизайнерами? Конечно же, нашей задачей было сохранить лицо модели Но мы должны были придать ей более динамичный спортивный характер Так сказать, придать машине элементы премиума Уделить больше внимания деталям У всех новых моделей увеличивается размер фальшерадиаторной решетки Это дань моде Это часть нового языка дизайна Opel Сделать фронт более броским И воздухозаборник большего размера – часть этой концепции Но это обусловлено и техникой Новые моторы, особенно дизельные, потребляют очень много воздуха Так что причин две Придать машине более выразительный вид И соответствовать техническим требованиям В Германии Корсову принято сравнивать с Поло Как бы вы оценили разницу между моделями? Поло скорее нравится рассудку А Корса трогает сердце У Opel Corso гораздо эмоциональнее действует на клиентов, чем Поло В настоящее время Карсон Айгенхейстер работает над новым проектом Который держится в секрете Известно лишь, что он появится на дорогах в ближайшие два года Рассказать нам о нем подробнее дизайнер отказался Но сделал для нас эскиз своей любимой модели Корса была первой, так сказать, эмоциональной машиной марки Opel Именно на ней впервые появились те черты Которые впоследствии с успехом были растиражированы На всех последующих моделях До смены поколений Корсе остается еще 2-3 года Но новое лицо машина получила уже сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok